Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Извините, я трясу камеру. Начинаю новый влог. Мы приехали с Карелии. Я обожаю Карелию. Девочки, как я люблю! Вроде бы я живу тоже в Ленинградской области. У нас тоже очень классный лес. То есть, в принципе, очень схож с карельским. Но я не знаю, именно вот Карелия это то место, которое... Это просто мое место силы. Я обожаю Карелию. Причем я обожаю ее именно летом в большей степени. И вообще, я люблю туда ездить в августе, когда можно собирать грибы и ягоды. В общем, приехали мы вчера, ближе к вечеру. И у меня куча-куча дел. Вот. Надо все стирать, надо все убирать. В общем, вы же понимаете, да? Так, этим мы с вами сегодня и займемся. Морковку я так не дополола, девочки. Она у меня там так и стоит вся в травище уже. Я не знаю. Но сегодня не доберусь, потому что у меня в приоритете дела по дому. Кстати, у меня новая жительница. Сейчас покажу. Вот смотрите, какая. Смотрите, какая красивая. Вот это бамбук мой. Вот он. Вот здесь вот. Здесь у меня просто темно, поэтому вот сюда поставила вот эту дополнительную лампочку, которую на Озоне заказывала. Ну, сейчас, правда, летом я ее не включаю совсем. Эту вот орхидейку мне подарил муж. Я ее уже пересадила. А здесь вот, смотрите, что мне. Я сюда переставила. Это кот Леофан. Смотрите, что он с ней сделал. Смотрите, зато у нее, видите, тут малышка. Помните, я вам показывала совсем доченька орхидейки вот этой вот она выпустила у меня. Сама новой. Мне кто-то написал, что он выпускает детку тогда, когда сам основной куст погибает. Нет, видите, дал тоже у меня листочек. Ну, вот это, конечно, люблю своих животных очень. И вот, смотрите, видите, он дал, я так понимаю, это воздушный корень. То есть таких маленьких корешков мне написали, что нужно будет аккуратненько отделить, когда даст корешки. Вот он дал только воздушный вот этот корень, а корешки не дал девочке, видите, поэтому еще сидит. Вот, пока не буду отковыривать. Отковыривать его не буду. Но вот это вообще, посмотрите. Ну, я не стала уже не обрывать ничего. Это до этого у меня дети уронили вот этот вот листок, а это кот. В общем, вот так вот у меня тут такой зеленый уголок. Такие тут у меня растения. И бамбук, видите, как пошел расти новая орхидейка. Вот, не об этом. Сейчас, сегодня, как я уже... Сейчас я поправлю вот так. Сегодня, как я уже сказала, будет у меня уборка. Сейчас уже загрузила стирку. Правда, постельное белье вначале надо постирать, потом все остальное. В общем, я сейчас с утра съездила, получила свой заказ в Альберис. Девочки, вот вы... Это вы во всем виноваты. Я вам уже говорила, потому что вы мне постоянно пишите о том, что... А здесь на Альберис дешевле, а здесь это, а здесь это. Наташ, на Альберис посмотри. И все, короче, мне там все надо. Вот. Вот такой вот у меня пакетиси. Огромный. Вот. Давайте начну с мелочей. Я вообще готовлюсь уже к сезону... Как это? К периоду заготовок, можно правильно так сказать. Поэтому у меня здесь все... Ну, практически все связано с заготовками. Но давайте я с мелочей начну. Я заказала... Думаю, раз я делаю заказ, потому что я, получается, сделала заказ, и мы уехали в Карелию. Я думаю, я приеду, как раз все получу, да? Класс. В общем, заказала вот такой раундап. Я вообще покупала всякие-всякие разные девочки. Я обычно покупала их в обе, и в больших бутылках, и в маленьких, и в концентрированных, и не очень. То есть разные-разные. И Торнадо, и... В общем, я использую его на дорожках. Вот у нас, где въезд, где машины стоят, и вот здесь, где крылечко, ну, здесь вот все остальное. То есть в самом огороде я не использую, потому что я боюсь, ну, что попадет на хорошие, да? Наверное, так все делают, как я. В общем, написано «Осторожный яд». Вот. Я делаю просто более концентрированные всегда, чем нужно. И просто вот опрыскиватель. У меня такой опрыскиватель с длинной такой штукой вот этой. Вот. И я так по низу иду и опрыскиваю. Короче, мне нужно опрыскать. Поэтому я, думаю, в Оби уже не поеду, потому что я поеду в Оби, я опять накуплю кучу цветов, потрачу все деньги, в общем. Поняли, да? Поэтому купила, заказала здесь. Какой-то вот такой. Не знаю. Мне кажется, они все одинаковые. Я не знаю. Я читала там, правда, отзывы, что кто-то писал, что есть... Что они, типа, не работают, кто-то работает. Ну, в общем, я не знаю. Я сколько не покупала разных фирм, у меня все работает. Также я купила вот такие прищепки. Короче, девочки, мне все надо, да? Вот прищепки. Нет, у меня есть прищепки. Так. Шурши. Давайте я одну достану, покажу. Смотрите, какая прищепочка миленькая. Надо, да? Вот так. Слушайте, нет, прищепку на самом деле... Вот так вот они выглядят. Вот эти именно прищепки я купила не для того, чтобы вешать белье. А я... Вот, например, там, я не знаю, взяла... Ну, крупы я пересыпаю всегда. А вот, например... Например, у меня собачий, кошачий корм, да? Вот этот вот сухой. Он же имеет вот эту вот защелку. Но я все равно еще, чтобы не выветривалось, вот так вот заворачиваю и прищепку. Ну, чтобы держалось, чтобы не разворачивалось, да? Чтобы дольше хранилось. Можно корма тоже пересыпать в контейнеры большие. Но, не знаю, может быть, когда-то куплю контейнер. На Вальборисе, кстати, тоже присмотрела. И на Озоне есть контейнеры, короче. Вот. Ну, в общем, для таких вот вещей... Муку, например, я храню ее вот в той же упаковке, в которой покупаю. Мне так удобнее. Не знаю, почему. Она у меня хранится в кладовке. У нас в кладовке прохладно. У нас там вентиляция есть. И вот так вот прищепочку мне надо. В общем, для кухни, короче, прищепочка. Выбирала, девочки, наверное, полдня. Не, на самом деле, я там сижу вечером перед сном. Вот. И, в общем... Ну, короче, да? Надо же красоту. Вот они тут вот такие всякие, да? Цветные. В общем, я подумала, как раз у меня разные пакетики, разные цвета будут, да? Ну, короче, девочки, это надо... Это надо вообще так думать. Ну, и давайте. Здесь у меня в пакете все для заготовок, да? Во-первых, я заказала вот такие пакеты. Я заказала двух размеров. Значит, здесь у меня... Так, сейчас скажу. Вообще, я ссылки вам оставлю. Пакеты-слайдеры. Правильно это называется. Для заморозки и хранения продуктов. Три литра двадцать штук в упаковке. И здесь один литр пятьдесят штук. Давайте вскроем одну. Я же все замораживаю. Смотрите, какие. Дин-дин-дин-дин-дин. Пакетики. Так, это сколько у меня? Три литра. Три литра, да, вот такие вот. Очень удобно вот сюда в такие пакеты зелень. Она получается... То есть вы вот так закрываете зелень такую... Обсушить ее нужно на полотенчике. Потом положить вот сюда. И получится... То есть она получается там такая не слипшаяся, не комком. И вы потом просто вот так открываете. Я прям беру ложку. Ложкой зачерпываю, сколько мне надо. Добавляю в блюдо. Потом закрываю и кладу обратно в холодильник. Вот такие вот пакетики. Я эти пакетики использую много раз. У меня уже были такие пакеты. Поэтому я решила еще. Но здесь вот тоненькие они. Достаточно тоненькие. Ну, на пару сезонов хватит. Мне точно хватит. Ну, и вот эти на литр. Тоже маленькие. Удобно. Потому что, например, бывает что-то там... Ну, чуть-чуть чего-то у меня осталось. Надо заморозить. Это вот такие вот маленькие. Тоже вот зеленушечку какую-то, да. Нарезать сюда и бросить в морозилку. Тоже супер. Тут же, не знаю. Ну, что-то, в общем. Мне пригодится, точно. Так. И еще я заказала вот такую упаковку обычных пакетов. Так. Здесь пакеты. 30 на 40, 10 микрон, 450 штук. Кстати, я читала отзывы, девочки, на этом самом... Отзывы на Вальберис, да, на самом сайте. И, представляете, кто-то реально пересчитал. Получил упаковку и реально пересчитал пакеты. И там девушка пишет, доверия никому нет. Я их пересчитала. Действительно, 450 штук. Представляете? Это вот так вот сесть, не полениться. Это реально, знаете, вечерком сел такой. Кто вяжет, кто вышивает, кто что делает, а? Пакеты пересчитал. Я бы вообще не стала такой делать. Честно. Ну, ладно. Вот. Так, давайте открою, покажу пакеты. Вот такие вот достаточно большие пакеты. Кстати, они достаточно плотные. Ну, обычные упаковочные. Тоже что-то заморозить или вообще. Мне вот такие пакетики нужны, в общем, одним словом. Так, меня тут мальчишки немножко мои отвлекли. В общем, пакетики классные, девочки. Конечно, удобнее, наверное, было бы в рулоне пакеты. Но я их постоянно вот здесь, когда отрываю, вот с этой стороны, они мне постоянно рвутся. Ну, в общем, короче. Там в рулоне есть и всякие разные. В общем, пакеты классные, на самом деле. Не сильно тонкие и не сильно... Они даже немножко такие рифленые. Ну, короче, про пакеты слишком много, да, я говорю. И самое главное для заготовок, то, о чем я еще подумала в прошлом году. Но как-то уже было поздно что-то покупать, где-то искать, заказывать и так далее. Нашла на Вальборис, конечно же. Это я заказала вот такие контейнеры. Тоже сейчас мы с вами откроем. Я заказала и маленькие. И прикольно у них, например, те же перетертые ягоды, да, с сахаром сюда положить. И зимой не варенье, или даже можно просто не добавляя сахар, просто перетертые ягоды. Или также какую-то, может быть, зелень или какие-то... Ну, в общем, вы поняли. Вот это у меня точно пригодится, потому что я замораживала, мне кажется, все. Также, например, в этот контейнер можно, если где-то по акции купили хороший сыр, да, можно натереть, чтобы для пиццы, или сюда в такие контейнеры складывать. Вот одна моя зрительница, вам огромный привет, написала, что она постоянно собирает, знаете, остаточки... Ладно, я не буду это слово говорить, но она поняла, про что я говорю. Задние части от колбаски. И потом делает солянку, вот как я тоже, да, покупаю большую пачку папирони. И также вот сложить в контейнеры. Значит, я разных размеров контейнеры взяла, чтобы у меня уже было все... У меня есть кладовка, поэтому есть где все это хранить. Так, значит, здесь у меня контейнеры 350 миллилитров, 50 штук. Вообще, насчет этих контейнеров, смотрите, на Вальберис, там у разных продавцов бывают акции, потому что я вначале добавила себе в корзину, потом они подорожали. И я просто взяла у другого продавца, но я оставлю вам тот, у которого я заказала, у него сейчас уже подорожало. То есть, когда я заказывала, у него была какая-то там суперраспродажа, и, в общем, я там и заказала. Короче, вы поняли. Также я заказала вот такие большие контейнеры, видите, они рифленые. Вот такие тоже, также под рассаду. Короче, ой, девочки, нельзя. Все эти контейнеры идут с крышками. Я сейчас открою какой-нибудь один. Здесь у меня на литр 30 штук. Как раз самое то. Так, и еще один набор контейнеров. Вот такой на... Сколько здесь? Так, 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 на 500 миллилитров. Тоже, кстати, про контейнеры в каком-то из отзывове тоже посчитали количество контейнеров, количество крышечек, чтобы все совпадало. В общем, девчонки, молодцы. Здесь 20 штук на 500 миллилитров. Вот. Ну, мне самое вообще нужно было вот такие маленькие. Давайте... Давайте я, наверное... Нет, давайте я вот эти на 30... Они все одинаковые. Они тоже здесь, видите, такие рифленые. Не видно на камеру. Сейчас я вот этот вот открою, маленькую упаковочку, которая у нас 500 миллилитров. Открою, вам покажу. Также сюда, ну... В общем, у меня два холодильника. Один такой технический, с морозильной камерой я как-то показывала давно-давно. А второй у меня... Ну, вот, который мы обычно на кухне стоит, пользуемся большой. Там тоже большая морозильная камера. И еще у меня есть морозильная камера. Я замораживаю все. Ну, мне больше нравятся замороженные, нежели там какие-то заготовки из уксусных. У меня в основном это только огурцы. И то я в основном маринованная только. Как-то соленые, не знаю почему. Так. Вот здесь крышечки. Да. И... Ой, сейчас открою. Так. Мне это все нужно как-то организовать. Нормально сложишь, чтобы у меня от ничего не валялось, да? И вот такие контейнеры. Они тут... А нет, они не рифленые. Они вот такие. 500 миллилитров. Девочки, хозяюшки, я знаю, что меня тоже смотрят как раз. Вот, например, вот такой, да? Или вот тот маленький контейнер. То есть вы сыр натерли, да? Поставили морозилку, пиццу, когда вдруг решили делать. Вот у меня так обычно бывает. Тесто делаю сама, у меня мука всегда есть. А вот наполнитель, наполнение к пицце у меня нет. Обычно. Вот, когда решают делать пиццу. Короче, что-то пиццу даже захотелось. Короче, вот такие контейнеры. Супер, девочки. Также перетертые. Можно же без сахара. Можно просто клубнику взять, там же блендером, да? Помолоть. Сюда положить. И все, вы утром достали. Вот кто утром любит каши кушать или там эти... Сейчас же клубника. Даже если у кого нет огородных. Сейчас же клубника, она же вообще дешевая. Не только клубника, ягоды всякие разные. Малина та же. Не знаю. Все что угодно. Вот у меня малина есть. Я, наверное, так ее и сделаю. И, допустим, кто творог или кашу любит кушать, вы просто достали отсюда там, сколько вам нужно. И все. Супер, девочки, короче. Короче, вот такие у меня покупки. Но вот это вообще огонь. Еще выбирать по цвету, по дизайну, чтобы все было прям четенько у меня. Супер. Ну что, я вам ссылки оставлю. Но контейнеры вы просто наберите. Одноразовые контейнеры. И посмотрите, у кого на данный момент есть скидка, если они вам нужны. Там есть еще и по 2 литра, и большие контейнеры. Вот это у меня, да, такие литровые. И 350, и 250, и 100 миллилитров. То есть совсем маленькие. Можно разные набрать. Главное, чтобы было где хранить. Да? Вот. И замораживать. Потому что сейчас, конечно, и овощи, и фрукты. Тоже морковочку. И еще. Ну, в общем, супер. Вот эти вот пакетики. Они, кстати, очень классные. Вот я тоже морковку люблю. Если у меня вырастет морковка, потому что я ее не прополола до сих пор. Точнее, у меня половина прополота, половины нет. Ну ладно. Вот. Морковку тоже я натираю обычно на терке. И пакетик также. Короче. В общем, девочки, все. Все мне надо. Мне вообще много чего надо там на Вальберис. Я даже уже, я вначале там по косметике пошла. Сейчас меня уже куда-то вообще понесло. Мне все надо. Контейнеры. В общем, все нужно. Так, девочки, наболтала я много сегодня. Давайте я сделаю вот это видео отдельное маленькое. Иначе я буду очень долго монтировать. И опять пропаду. Не хочется мне пропадать. Мне еще надо влог из Карелии отредактировать. Я постараюсь сегодня это сделать. Ну, в общем, вечером, наверное, на ночь уже загружу. А потом сразу уже вот этот влог. И все. Вот. А сейчас я буду... Сейчас мне это все надо убрать. Я сегодня буду убираться. Стирку я затела. То есть уже будет следующий влог, наверное, с уборкой. Но постараюсь поснимать. Вот. Так что все. Ссылочки оставлю. На сегодня я буду с вами уже прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Было полезным. Самое главное и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю. Селую. До новых встреч.